День города Дорогие земляки, разрешите вас поздравить с Днем города. Спасибо за работу, спасибо за творчество, за старания, за успехи, за сопереживание, за огромное чувство ответственности. Я желаю каждой семье добра, любви, благополучия. Пусть рождаются дети в наших семьях. Я хочу, чтобы наш город с каждым годом становился чище, краше, уютнее. Чтобы гости приезжали в наш город и ценили и любили наш город. Чтобы наши ветераны были счастливы. И, конечно, самое главное, чтобы мы гордились им. У нас впереди еще большие перспективные планы и много нерешенных проблем. Но сегодня нам есть чем гордиться. И сегодня замечательное настроение у всего города. Поздравить горожан приехали депутат Московской областной думы Владимир Пекарев, глава Павлопосадского муниципального района, первый заместитель Ногинского муниципального района, глава Орехова Зуева, заместитель глав Павловского посады и электростали, начальник отдела военного комиссариата Московской области по городам Павловский посад, Электрогорск. И дважды герой социалистического труда Владимир Ярыгин. В течение всего дня для жителей города с концертами и номерами выступили творческие коллективы Электрогорска, Павловского посада, Орехово-Зуева, Ногинска. В честь дня города также прошли спортивные мероприятия. На площадке городского бульвара состоялся турнир по стритболу и эстафета тяжелых атлетов. На стадионе Мини-Классона провели игры по футболу на первенство Московской области и Павлово-Посадского района. Турнир по волейболу. Желающие могли поиграть в шахматы и шашки, городки и посмотреть показательные выступления спортсменов греко-римской борьбы. Сюрпризом от администрации для электрогорцев стал приезд профессиональных артистов российской эстрады. Так своими песнями порадовал жителей вокальный инструментальный ансамбль «Добрые молодцы», основанный в 1963 году, и группа «Премьер-министр», приехавшая к нам в новом составе. Доклонил и вдруг небо ниже, и пошел стучать дождь по крыше. Под моим окном лужи в пене, вдруг свидание нам дождь отменит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Вокрым стеклом вновь припадаю, любишь или нет, я гадаю. От реклам в глазах свет погрянный, и пусть всегда спать, как стеклянный. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Мой дружок не ест и сбит, про нее лишь говорит. Говорит, что нет прекрасней и ладней девушки, что там стоит. Посмотрел я на нее, да, пожалуй, ничего. Про себя отметил. Давайте вместе! А в завершении праздника всех ждал праздничный салют. А в селе Васютино в последний день весны церковь отпраздновала Великую Троицу. Праздник украсил Казачий Курень – фестиваль, традиционно проходящий в Васютинском храме. Если вам не удалось там побывать, приглашаем вас посмотреть наш сюжет. 31 мая, в День Святой Троицы, Никольский храм по традиции собрал гостей на фестиваль казачьей культуры «Васютинский Курень». Народным гулянием во дворе прихода предшествовала служба в храме, и под праздничный колокольный звон прихожане проводили последний весенний день. Для нашего прихода это особенный день, потому что в 90-м году, в праздник Пресвятой Троицы, мы первый раз подслужили молебен здесь, тогда, среди руин разрушенного храма. И с этого момента началась наша приходская жизнь, церковная жизнь, восстановление нашего храма. При нашем храме есть Васютинское казачье общество, которое существует уже около 10 лет. И как часть нашего прихода казаки организовывают в этот день фестиваль казачьей песни «Васютинский Курень». На фестивале выступили казаки казачьего общества Московской области, ансамбль «Крутояр» из Павловского посада, электрогорский образцовый ансамбль «Рябинушка», сборный ансамбль «Васютинский Курень», семейный ансамбль Никольского храма «Полотно». Инициатором создания фестиваля, конечно, был батюшка Сергий, настоятель нашего храма. Прихожане, среди которых много было родовых казаков, тогда увлеклись идеей казачества, тогда создавались подразделения реестрового казачества в Павловском посаде. И этот общий порыв родил здесь такой праздник, который сначала стал концертом, потом из концерта перерос в фестиваль с народными ремеслами, с приглашениями людей из разных регионов. Инициатория Традиционные ремесла были представлены изготовлением обрядовых народных кукол и казачьих нагаек. Понравившуюся нагайку можно было тут же приобрести. Хотя у настоящих казаков нагайка всегда с собой. Игры и угощения для праздника организовал приход Никольского храма. А готовил плов – главное блюдо праздника – помощник «Рябинушки» Евгений Иванов. В специальном казане по авторскому рецепту. Порция горячего ароматного плова досталась каждому. А кто-то еще и за добавкой подошел. Так вкусно получилось. Еще был отличный прохладный квас, сладости, танцы и радость. И положительный заряд доброты и созидания на все грядущее лето. Впервые на нем такого не ожидало. Замечательная обстановка такая, люди все открыты, понимаете. Все на то, чтобы люди общались здесь, чудо. А песни, вы послушайте песни какие. Все наши русские песни старые. Мы их стали забывать. А тут все у нас ожило. Вот поэтому большое спасибо организаторам этого песни, батюшке, отцу Сергею в первую очередь, конечно. Ну и кто-то спонсировал, наверное, это дело. Замечательно, прекрасно. Сегодня воскресенье и праздник день святой Троицы. Я хочу всех поздравить, жителей города, жителей России с этим большим праздником. Пожелать всем здоровья, счастья, всех благ. Всего самого хорошего. Мы пойдем с тобой, Варвара, мы силеный сад гулять, мы силеный сад гулять, ты ловишь лёжами, да. День защиты детей Электрогорск отметил двумя мероприятиями. Праздник детям подарили лицейская капитошка и отдел культуры администрации. Обо всем подробнее в нашем следующем репортаже. День защиты детей 1 июня в Электрогорске выдался по-настоящему праздничным и радостным. Интерактивное представление подготовили для ребят самого разного возраста, обучающиеся лицея, волонтеры объединения Капитошка, участники творческой мастерской Сэляви и активисты местного отделения молодой гвардии «Единой России». Уже в третий раз Капитошка устраивает для малышей подобный праздник. Мы организуем уже третий год акцию «Дети детям», «Седьмой лепесток», в том году у нас была акция. Мы делаем праздник для детей в честь Международного дня защиты детей и собираем подарки для детских домов. Это Ефимовский детский дом, город Половский посад и Ореховозовский дом ребенка. Хочу поздравить всех детей с праздником. Уважаемые родители, любите своих детей, не обижайте их. Пусть они у вас растут добрыми, в любви, в ласке и в празднике. На празднике детства юные электрогорцы встретились со сказочными героями. Спели веселые песни, станцевали, поиграли в игры. Всем желающим волонтеры Капитошки нанесли на лицо и руки рисунок аквагримом. Без маленького сюрприза не остался ни один ребенок. Каждый участник мероприятия унес домой небольшую частичку сказки. Ну всем весело, все заняты. Очень хорошо. Это самое главное, чтобы нужны были как-то сообща все делают. Все разукрашивают, вон ребятишки наши, все разукрасились, довольны. Мы желаем, чтобы это лето прошло у них очень хорошо. Чтобы в новом году были новые хорошие оценки. И чтобы они всегда были счастливы и здоровы. В течение всего праздника проводилась акция «Дети детям». Все желающие передали подарки для воспитанников детских домов. После представления дети смогли принять участие в городском праздновании Дня защиты детей на бульваре, где прошел большой концерт. Также гости смогли поучаствовать в конкурсе рисунка. Очень хочется поздравить детей не только города Электрогорска, а вообще всех детей. Хочется пожелать им крепкого здоровья. И как можно больше радостных дней. Чтобы побольше проводить время со своими детьми. И не забывать своего детства. В пятницу 29 мая нашу съемочную группу пригласили присоединиться к сотрудникам Госадомтехнадзора в засаде около СНТ «Березка», «Каромашка» и «Летейщик». Мероприятие проходило при поддержке ГИБДД. Что увидели мои коллеги, вы узнаете прямо сейчас. С мая по октябрь месяц сотрудниками отдела Госадомтехнадзора еженедельно проводятся мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих сброс мусора вдоль дорог и на пути к садовым товариществам. Данное мероприятие постоянно проходит с участием сотрудников ГИБДД, за что им отдельное спасибо. И мероприятий таких, чтобы были без результата, их практически, к сожалению, сегодня не бывает. Их меньше, конечно, по сравнению с предыдущими годами. Но, тем не менее, остаются еще жители и гости Подмосковья, которые делают вот такие нарушения. По статистике 2014 года, подобных случаев было порядка 20-30 нарушений в месяц на территории муниципального образования. Бороться приходится комплексно. То есть, и организовывая такие вот операции засада по выявлению лиц, сбрасывающих мусор. И это мониторинг состояния садовых товариществ на предмет состояния контейнерных площадок, на предмет наличия договора на вывоз мусора. Проверка периодичности его вывоза и так далее. Ну и, естественно, это и пропаганда с привлечением средств массовой информации, за что тоже отдельное спасибо. И, конечно, совещание с садоводами. По фактам сброса мусора в отношении нарушителей закона Московской области предусмотрены штрафные санкции от 4 до 5 тысяч рублей. За последние две недели мая 2015 года зафиксировано 6 фактов сброса мусора. Один из них был пресечен 29 мая недалеко от садовых товариществ «Березка», «Ромашка», «Литейщик». Сотрудник Госадомтехнадзора, находясь в служебном автомобиле, увидел правонарушителя, который, уезжая из дачных участков, по пути к выезду в город остановился, достал из багажника мусор и выкинул его в неположенном месте. Это действие было зафиксировано на видеорегистраторе и фотоаппарат. Далее было передано сообщение о произошедшем сотрудникам ГИБДД, которые находились недалеко, после чего автомобиль был остановлен, а правонарушитель передан сотрудникам Госадомтехнадзора. Скажите, почему вы нарушили, почему вы выкинули мусор в неположенном месте? Ну, не знал, ну так, что там нельзя. Там постоянно, да, но больше не повторится. А где-то по дороге у вас есть контейнеры, урны, куда можно выкинуть? Ну, где мы живем, тут нет. А почему вы не едете до того места, где этот контейнер есть, а кидаете? Ну, мы и тут живем, что мусор куда-то таскать. Мужчине была продемонстрирована фотосъемка выброса мусора. После составлен протокол и выписан штраф. Делать категорически. Ну, каждый день там кидаем. Что ты делаешь? Ну, нельзя кидать мусор. А куда? На помойку надо везти, на мусорную площадку, выбрасывать в контейнер. Ну, ни в коем случае в нею лица. Я на это надеюсь. Очень сильно. Подобные рейды на участках садово-некоммерческих товариществ, расположенных на территории городского округа Электрогорск, будут проводиться в течение всего летнего периода. А 4 июня Электрогорск посетил начальник 13-го отдела Госатомтехнадзора Московской области Кирилл Гальченко. Цель – контроль за соблюдением закона о благоустройстве и выявлении нарушений чистоты и порядка. В ходе рейда, в котором приняли участие руководители коммунальных служб и представители администрации, были осмотрены центральная дорога, бульвар, зона отдыха в гостях у сказки, дворы, территория УДК, аллея молодоженов на теплых озерах. На центральной дороге отмечены следующие нарушения. Плохо окошена трава, не убраны последствия демонтажа теплотрассы, на выезде из города ржавая рама на трубопроводе. Бордюр у остановки на повороте на Горьковское шоссе не могут починить уже много месяцев. Нарекания вызвали опоры освещения на этом участке. К содержанию бульвара претензий у начальника Госатомтехнадзора не возникло. На входе в аллею сказок необходимо обновить песчаное покрытие дорожки. К сожалению, сказку подпортили на избушке Бабы-Яги, надписи и сломана кровля. В поломанной лавочке расписана детская площадка. За вандалами постоянно приходится наводить порядок, ведь место очень красивое и здесь приятно отдохнуть после трудовых будней. Во дворах на улице Крыжановского плохо окошена трава. Погнута металлическая конструкция на детской площадке у дома номер 7. По безопасности они должны быть на цепях. Или расстояние между маятником и опорой должно быть не менее 50 сантиметров. Старая, остались старая. Давайте демонтируем их туда, если не верю. Как вариант, это на ваше решение. Давайте их срежем туда. Давайте. Старая, конечно. Вопрос творческих, хозяйственных. Можно и так сделать. По крайней мере, увезти и далее переделать. В ремонт. В ремонт, да. То есть это нормальная практика. Сидения на качелях должны быть деревянные. Все конструкции необходимо покрасить и подсыпать грунт на опоры. Положительная оценка досталась Рябиновой аллее. На всех строящихся объектах необходимо установить информационные щиты, в том числе на входе в парк за Домом культуры. Впечатлили начальника 13-го отдела, сквер УДК, детская и спортивная площадки, аллея молодоженов и ротонда. Чем хорошо был клич тогда дан о том, чтобы на мостах замки не вешали, а то, что есть отдельное дерево для этого, ну это вообще здорово, я считаю. А, я считаю, очень здорово. Мы осмотрели все, наверное, самые красивые места городского округа, Электрогорск. Действительно, по праву он входит в тройку лучших городских округов Московской области. Очень впечатлили скверы, впечатлили детские площадки, детские даже игровые комплексы, бульвары. Видно, что для простого жителя делается много и делается хорошо и качественно. Из недоработок, наверное, местами несвоевременный окос, где-то ограждение, требующее там поправки, но это, скажем так, в рабочем порядке. Также есть ряд замечаний к торговым объектам. Будут выданы предписания для устранения нарушений. Советы получили и представители коммунальных служб, участвующие в рейде. В ходе следующей проверки сотрудники Госантехнадзора проконтролируют их исполнение. В первый день лета в администрации прошло заседание комиссии по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Электрогорск. Для обсуждения вопроса о мерах, принимаемых правоохранительными органами и администрации города по пресечению профилактики нарушений миграционного законодательства на совещание собрались сотрудники администрации, заместители по безопасности подведомственных комитетов по образованию учреждений, представители правоохранительных органов и миграционной службы. В период 2015 года на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию как Павл-Пасадского, так и городского округа Электрогорска, прибыл 4604 иностранных гражданина. Аналогичный период прошлого года 5200, что получается на 12,5% меньше, чем в прошлом году. Значит, снето с миграционного учета на 4,5% меньше, соответственно, также, чем в прошлом году. Значит, что касается миграционного законодательства, значит, управление Федеральной миграционной службой, также совместно с АКПИГом, который у нас расположен на территории Московской области, мы проводим мероприятия по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства. Таких мероприятий у нас проведено 70. По этим мероприятиям выявлены ряд нарушений. Собравшиеся обсуждали вопрос незаконного нахождения иностранных граждан на территории России, а также говорили о мерах предотвращения правонарушений и преступлений этими гражданами. Граждане соседних государств не только проживают на территории Электрогорска, но и работают. У вас есть предприятия на территории городского округа Электрогорск, которые используют иностранную рабочую силу, я думаю, это все известны, Элика, Эколаб, Эленком. Да, но при проверке данных организаций за этот год, в этом году нарушений у них не выявлено. Да, и проверки были из прокуратуры, и областные наши проверяли. И мы сами из прокуратуры ездили. По цифрам у нас за этот год составлено 12 протоколов по 18-8, это незаконное нахождение территории Российской Федерации иностранных граждан. И возбуждено на данный момент 5 уголовных дел по 322, то есть предоставление как раз-таки. У иммигранта, находящегося на территории Российской Федерации, обязательно должен быть при себе патент на осуществление трудовой деятельности. Без патента имеют право работать только Армения, Казахстан и Беларусь, без разрешительных документов, только с действующей регистрацией, с трудовым договором. А граждане Украины также должны иметь все разрешения на работу. Обсудив вопрос пересечения профилактики нарушений миграционного законодательства, заседание подошло к концу. Молодежно-экологические трудовые бригады начали свою работу. Два летних месяца ребята будут убирать и благоустраивать город. Подробности в сюжете Анны Шевалиной и Дмитрия Морозова. 1 июня на базе молодежного центра состоялось открытие сезона молодежно-экологической трудовой бригады. В первую очередь это, пожалуй, такая летняя занятость детей, чтобы они не просто занимались чем-то, а еще и приносили пользу городу. Второй немаловажный аспект – это зарплата, которую ребята получают за свою работу. Потому что все ребята у нас несовершеннолетние, до 18 лет, от 14 до 18 ребят работают. Не каждое предприятие возьмет такое, тем более на временную работу, на месяц, на два. А мы вот ребятам предоставляем такие места для работы. То есть у них и самореализация какая-то здесь идет, и они город помогают чище делать, краше. И опять же они не будут мусорить, как я думаю, потом, потому что убирая это все, видя, как это все дается службам коммунальным нашим, я думаю, они больше бумажку не бросят как таковой. Трудовые бригады существуют с 2007 года, и за эти 8 лет приобрели популярность. Дети, зная о них, еще осенью приходят записаться на летние трудовые каникулы. Ну да, ребята на самом деле очень активны, то есть когда только вот трудовые бригады начинали действовать, то есть о них мало кто знал, и детей было не так много, как сейчас. Вот сейчас у нас в этом году ребята стали приходить записываться еще с апреля месяца, с самого начала, и в мае у нас уже мест как таковых свободных не было. Потому что спрос действительно большой у ребят, они уже знают, знают, что за это могут деньги получить, знают, что здесь весело, что здесь интересно. И сами приходят сами с родителями и так далее. То есть детишек действительно много. Поздравить ребята, пожелать им успехов пришли. Директор МОП «Электросеть» Михаил Казаков, представитель комиссии по делам несовершеннолетних, начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Зайна Пмуженко. Хочется пожелать вам хороших трудовых будней. Ведь вы будете трудиться на территории нашего города, делать наш город красивым, благоустроенным, уютным. И от вашей, скажем, от вашего трудолюбия зависит, каким он будет у нас цветущим, процветающим и действительно уютным. В июне-июле месяце 62 подростка при взаимодействии с предприятиями МОП «Электросеть» и управляющей компанией «Ленком» будут трудиться на благоустройство города. Ребята распределены на три бригады. Каждый из них прикреплен вожатый. Кто-то из ребят впервые пришел работать в составе молодежной экологической трудовой бригады. Кто-то благоустраивал и наводил порядок в прошлом году и вернулся вновь. Скажи, почему ты решил пойти работать в трудовые бригады? Ну, чтобы время зря не терять, с друзьями снова познакомиться. Ну, не все лето же ерундой страдать, а городу. Ну, можно городу помочь, чтобы денег заработать, что-нибудь себе купить. В том году мы пришли сюда с подругой. Ну, если не знаешь, как провести лето, то очень хорошая занятость так появляется, и хороший способ заработать, и активный отдых получается. Ну, мы работали целый месяц, в плане хорошо работали, у нас были хорошие наставники. Убирали мусор, у нас были разные территории, в плане хорошо. И самое главное, осознаешь, что больше не надо мусорить, потому что тебе же приходится это убирать. Во второй половине дня у нас была очень хорошая развлекательная программа. Ну, это очень сплочает коллектив, это очень радует, когда у тебя появляется много знакомых. И в этом году тоже ради этого. Я уже подружилась с молодежным центром, и хочется еще больше проводить времени. С 9 часов утра до 12 дня ребята будут выполнять свою работу, а с 3 до 5 для них в стенах молодежного центра будут проводиться развлекательные программы, мастер-классы, лекции, просмотра фильмов и многое другое. В конце месяца будут подведены итоги и выявлена лучшая бригада, которая получит приз. Рейд по городу в составе представителей городской администрации и руководителей коммунальных служб состоялся во вторник. Очередной обход возглавил заместитель главы Илья Лялин. В первую очередь Илья Владимирович высказал замечание по поводу покоса травы на территории города. Около стоянки такси газон должны покосить три организации – Иленком, МОП «Электросеть» и Павлово-Посадское ДРСУ. Из-за неразберихи с границами трава здесь выросла по пояс. Не окошена территория у кафе «Классик» на Горького. Зарастает бурьяном и площадь Советская. Кроме этого, здесь неблагоустроена территория, закрепленная за управляющей компанией Иленком. А многие организации не наводят порядок на прилегающей территории. Не покошена трава у здания почты и Ростелекома. Трава отвоевала даже декоративные клумбы. Между площадью Советской и улицей Горького неблагоустроена территория. Разбита дорога, не высыхает лужа, открыт люк. Во дворе дома номер 4 ведет работы без ограждения компания «Стройсети». В связи с несоблюдением мер безопасности, работники вынуждены были прекратить работы и оградить зону ремонта. Необходимые для этого приспособления просто лежали на земле. Некачественно производится ямочный ремонт на Горького напротив ЖКО номер 2. Здесь же стоит металлический сарай. Тоже нарушение требований закона о благоустройстве внутри дворовой территории. Дорога вдоль собора лицея детского сада 41 находится в плачевном состоянии. Отсутствует парковка у детского сада. Не покошена трава. Чья это дорога и кто должен навести здесь порядок, предстоит разобраться. Мусоровывозящая организация нарушает порядок содержания мусоросборочных площадок. Мусор при вывозе не подбирается, а контейнер сотрудник компании разместил в полувисящем состоянии. Обещал исправить нарушение. На улицах Горького и Ухтомского автовладельцы ставят машины на газон, а за это полагается штраф. Здесь же складирован сухостой, скрываемый зарослями травы. Много месяцев за кирпичной стеной прячется обгоревший автомобиль. А во дворе дома номер 11 просел грунт вокруг канализационного колодца. Принято решение срочно устранить данное нарушение. Газоны на Ухтомского усеяны таинственными ямами. Как они возникли и кто должен их ликвидировать, пока остается загадкой. Не окашивает прилегающую территорию владельцы ларька периодической печати. Недоработки организаций таких выявлены, как Эленхом, электросеть, МОП электросети, ДРЦУ Павлопосадская. И замечания были сделаны в адрес ТСК Мосэнерго. Первое и существенное везде нарушение – это окос закрепленных территорий, прилегающих непосредственно к объектам. Мусор у торговых объектов касается центра города, особенно в Старой площади. И такая вот организация, как периодическая печать в нашем городе, совершенно не наблюдает за содержанием прилегающей территории к павильонам. Значит, замечания все высказаны руководителем данной сроки по уборке. Мы будем проверять повторно. Если нет, вся документация будет отправлена у нас в административно-технический надзор. В детских садах Электрогорска для детей прошел их первый выпускной. Выпускные утренники прошли для детей подготовительных групп в детских садах города. Четыре года детства ребята провели в стенах учреждения. Здесь малыши встретили первых друзей, научились общаться, приобрели знания. Дети-воспитатели подготовили и исполнили театрализованные выступления. Ребята пели песни, читали стихи, играли в игры, участвовали в конкурсах, танцевали. Вот и выросли малыши, которые, кажется, еще совсем недавно учились ходить, говорить. Как будто только вчера они пришли первый раз с мамами за ручку, и вот наступила пора сказать прощальные слова детскому саду. Кульминационными моментами праздника стали вручение подарков, памятных альбомов и дипломов, а также запуск воздушных шаров желаний в небо. Теперь детей ждет уже следующая ступенька – школа. Пожелаем же им удачи в их школьной жизни. Богатая оказалась неделя на контролирующие рейды. Еженедельный объезд главы Электрогорска Игоря Красавина прошел 3 июня построящимся в городе объектом. В объезде приняли участие заместитель главы администрации Илья Лялин, начальник отдела строительства и архитектуры Валентина Репина, директор электрогорского филиала ТСК «Мосэнерго» Владимир Казаков, представитель электрогорского филиала «Мособлэнерго», представители подрядных организаций. Сотрудники администрации посетили в этот день несколько важных, социально значимых объектов. Один из них – 12-этажный дом на улице Крыжановского, который расположен за озером Стахановское. Строительство жилого дома подходит к завершению. Сейчас на площадке активно идет благоустройство территории, планируется установка детской площадки, обустройство парковки, озеленение, другие виды работ. Участники обхода обсудили вопросы подключения инженерных коммуникаций к моменту сдачи дома, которая запланирована на конец текущего года. Первое, что положили. Молодцы, качество видно, конечно, уровень для нашего города высокий. Молодцы, тем более в вашем профессионализме мы не сомневаемся. Единственное, только еще раз, самый большой вопрос и большая проблема – сети, коммуникации, инженерка, вся особое внимание уделить этому. Следующий немаловажный строящийся объект – дом молодежи. В здании сейчас выполняются внутренние отделочные работы. В рамках благоустройства территории идет строительство спортивной площадки с установкой тренажеров, теннисного стола, волейбольной площадки, летней площадки со сценой. Со стороны дороги будет обустроена парковка. Рядом с домом молодежи начаты работы по строительству сквера. Здесь планируется вырубить сухостой, установить лавочки, детскую площадку. К концу лета заброшенное место приведут в порядок. В городском парке продолжаются работы, начатые еще в прошлом году. За последнюю неделю обустроена парковка, отремонтировано несколько участков дорог. В этом году в парке обустроят места для игр в городки, шашки, шахматы, лото, домино, а также установят детскую, спортивную площадки и рампу для скейтбординга. Скейтплощадка. У нас скейтплощадка. Там, я так понимаю, что просто асфальтируется. Да, и все. И потом мы готовы покупаем уже, значит, ну, конструкции, которые просто расставляются, крепятся и расставляются. Дорога, ведущая к участкам, выделенным многодетным семьям, стала последним пунктом объезда. Общими задачами, поставленными главой на каждом из объектов, стали качество и своевременное исполнение запланированных работ. С 30 мая повысились цены на проезд в автобусе. С чем это связано и как сэкономить свои деньги пассажирам городского и междугороднего транспорта, расскажет Анна Шевалина. Согласно постановлению правительства Московской области, с 30 мая вводится дифференцированный тариф. Стоимость разового билета на проезд в общественном транспорте Подмосковья теперь составляет 40 рублей. Увеличение коснулось и тарифов пригородных сообщений. К стоимости билета прибавилось 4 рубля на каждые 2,5 километра. Но держатели единой транспортной карты «Стрелка» изменений тарифов не коснется. Наши пассажиры, которые владеют этой картой, ездят по тарифу 28 рублей. И даже могут сэкономить, потому что в течение месяца при каждой поездке, используя карту, стоимость проезда уменьшается на 2 рубля с каждой 11 поездки. С мая 2015 года у нас также поступили в продажу единые транспортные карты учащегося. Это карты, которые выдаются нашим детишкам, нашим школьникам, и где уже заложен тариф с 50% скидкой. Единая транспортная карта «Стрелка» начала действовать в Московской области с 1 февраля. Она предназначена для оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Проста в использовании и работает по принципу «больше ездишь, меньше платишь». Приобрести «Стрелку» можно в кассах компании «Мострансавто» у водителя или кондуктора, а также в салонах связи. Карты продаются по цене 200 рублей, 80 из которых составляет залоговая стоимость, а 120 зачисляются на баланс карты. 80 рублей вы получите обратно при возврате карты. «Девушка, здравствуйте! Можно приобрести «Стрелку»?» «Да, пожалуйста!» «Спасибо! С карты «Стрелка» мои поездки стали теперь дешевле». Транспортная карта не имена и пополняемая. Пополнить баланс «Стрелки» можно через интернет-сайт стрелкокарт.ру, мобильное приложение для iOS, Android, в офисах Евросети, на сайте Яндекс.Деньги, через Сбербанк.Онлайн и в банкоматах Сбербанка в Московской области. Владельцами «Стрелки» стали уже более 100 тысяч жителей Подмосковья. Карту принимают к оплате в 5000 автобусах МОСТ «Трансавто» во всех подмосковных городах, а также на транспортных средствах более 15 коммерческих и муниципальных перевозчиков Подмосковья. На «Стрелку» также можно записать билет для проезда на пригородных электричках по всем направлениям. Цель этой карты – перейти на безналичный расчет оплаты проезда, то есть сэкономить времени при посадке. Представляете, что заходит пассажир, дает деньги, водителю нужно выбить чек, насчитать сдачу, на это нужно время. А зайдя в автобус, пассажир дает карту, водитель прикладывает эту карту к терминалу и считывает с нее нужную сумму денег. Популярность карты продолжает расти. В Электрогорске продано около 260 единых транспортных карт «Стрелка». Более подробную информацию о самой карте вы можете узнать на интернет-сайте стрелкокарт.ру Евгения Калягина, участница ансамбля «Рябинушка», стала лауреатом премии в поддержку талантливой молодежи, установленной указом президента Российской Федерации. Подробнее об этом в нашем репортаже. Песня «Рябинушка» Этот голос знают не только в Электрогорске, но и во многих городах России. Это поет Евгения Калягина, солистка образцового ансамбля «Рябинушка». В этом году Женя вновь стала лауреатом президентской премии. Жень, расскажи, пожалуйста, за что ты получила эту президентскую премию? В сентябре 2014 года мы с коллективом нашим, с «Рябинушкой» поехали на всероссийский конкурс. И я, и Соня Панина, мы участвовали как солисты. И так как у меня было два первых места на этом конкурсе, я смогла претендовать на президентскую премию, собственно, и получила ее потом. Твой папа, Роман Евгеньевич Калягин, рассказал нам, что это не первая президентская премия. Какие же были до этого? У меня было еще несколько премий. Две президентских я получила и две губернаторских стипендии. Также за победу в конкурсах народной песни. Жень, как ты сама считаешь, что помогло тебе получить эти премии? В первую очередь, конечно же, это мои родители, которые помогают мне всю жизнь в этом, развивают мой талант, ни щадя ни сил, ни средств никаких. Они развивают, помогают, делают все, что для этого нужно. Это в первую очередь. Ну и, конечно же, стремление, желание получить что-то за таланты, за те труды, которые, надеюсь, пошли не зря. Потому что труд тяжелый на самом деле. И иногда очень тяжело держаться, именно нервное напряжение иногда бывает. И вот именно стипендии, когда дают, это так приятно, потому что это награда за твой труд. Ты чувствуешь, что ты работаешь, что ты работаешь не просто так, что за твой голос ты уже получаешь деньги, то есть ты уже профессионал. Это очень приятно ощущать. Ну и есть к чему стремиться, конечно, еще. Сейчас тебе 19 лет. Роман Евгеньевич говорил, что ты начала петь очень рано, когда это произошло. Скажем так, что в Рябинушке я с рождения, потому что родители как основали коллектив, потом родилась я, и тут же, естественно, меня с собой брали. В детском садике я в детский садик не ходила, и поэтому все время пребывала в Рябинушке. И как только научилась говорить, я сразу пела. Даже сначала пела, а потом уже говорить начала. Поэтому это все время, на протяжении всех лет моих, это все развивается потихонечку. Сейчас Евгения Калягина учится в музыкальном колледже города Электросталь на отделении академического вокала. Как и родители, она считает, что поступила именно на академический не зря. Ведь народник, владеющий академической школой, в большой цене. Мой народный голос, он очень сильно изменился в лучшую сторону. За это огромное спасибо педагогам, которые работали со мной в академическом вокале. Ну и папы, которые работают со мной в народном. Перешагнув порог детства с четким осознанием своих целей, Женя хочет, чтобы у всех детей был шанс найти себя в этой жизни. Много талантливых детей. И у нас в городе их тоже очень много. Показатель там у нашей Рябинушка, что у нас очень много детей. И каждый ребенок, которого мы знаем, талантливый, он достоин этой премии, достоин стипендии. И я надеюсь, что каждый ребенок ее сможет получить. Себе я хотела пожелать в первую очередь очень нужно здоровья моего голосового аппарата, чтобы проработать всю жизнь именно в сфере вокала. И чтобы я прошла все испытания, чтобы все выдержала. Это самое главное. И чтобы не забывать, с чего все началось, не забывать свои корни. Все обязательно получится, Женя. Спасибо тебе большое за эту беседу. Творческих успехов тебе и Рябинушке. Спасибо вам большое. После окончания колледжа Евгения Калягина планирует работать в народном хоре и одновременно заочно учиться дальше. А потом вернуться в родной город и продолжить дело родителей. Заниматься народным пением, сохранять народные традиции. О спортивных мероприятиях нашей рубрики «Спорт». 30 мая на городском бульваре на спортплощадке состоялся турнир по стритболу, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне и приуроченной к празднованию Дня города Электрогорска. В турнире приняли участие 14 команд в трех возрастных категориях. Среди детей с 6 по 8 класса призером стала команда «Папос». Среди учащихся 9-10 классов образовательных учреждений города первое место заняла команда «Супер». А в борьбе между командами категории 18+, победу одержала «Риди». 30 мая на городском стадионе имени Классона электрогорская команда «Вымпел» проводила календарную игру первенства Московской области по футболу среди взрослых команд группы «Б». Соперником наших ребят была команда из Павловского посада «Филимонова». Игра проходила с переменным успехом. После первого тайма ребята ушли со счетом 0-0. По окончанию перерыва нашим ребятам удалось преломить ход матча. Результат игры 2-0 в пользу наших ребят. Голами отметились игроки команды «Вымпел» – Дмитрий Горшков и Евгений Малашкевич. Особо отличился игрок-капитан команды «Вымпел» Денис Колмыков. Набрав 9 очков из 9, наша команда остается в лидирующей группе. В этот же день команда «Электрогорск-Боевое братство» проводила игру первенства Павлопосадского района в первой группе. На поле стадиона имени Классона футболисты встретились с командой «Рахманова». Команда «Электрогорск-Боевое братство» со счетом 1-0 одержала победу. Также 30 мая на городском стадионе в рамках празднования Дня города прошли показательные выступления отделения греко-римской борьбы. Ребята продемонстрировали разминку, провели показательные спарринги друг с другом. В показательных выступлениях приняли участие 40 спортсменов отделения. Воспитанники тренеров преподавателей ДЮСШ – Александра Тихонова, Юрия Горбунова, Александра Белошицкого, Александра Орехова, Александра Горбунова. В рамках празднования Дня города прошел показательный матч по волейболу среди взрослых, в котором приняли участие члены сборной города и наши гости из Ногинска. Матч носил исключительно товарищеский характер и больше походил на мастер-класс. И о погоде на выходные. Ясная погода временами с небольшим дождем ожидает нас в выходные дни. 10-18 градусов в субботу, 9-23 в воскресенье, 17-23 в понедельник. Далее вы увидите музыкальную мозаику, а я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова